Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы разберем вот эту вот блузочку. Разберем ее в деталях, рассмотрим, как шьются некоторые моменты для того, чтобы была возможность у каждого применить те или иные способы обработки на своих изделиях. Итак, блузка у нас абсолютно проста. Она из льна. Лен, кстати говоря, стрейчевый здесь, со стрейчем. Стрейчевый лен, задавали вопросы, насколько он стрейчевый. Ну вот как вы работаете, допустим, с любой стрейчевой тканью, которая имеет небольшую растяжимость, это не говорит о том, что она будет тянуться, как вискозный трикотаж, допустим, льняное полотно. Ну вот растяжимость я вам показываю. Смотрите, видите? То есть растяжимость вполне такая допустимая, хорошая и удобная. Этот лен из интернет-магазина UnionTex. Ссылочку оставим в описании. Расход ткани на эту блузу составляет, может быть, две длины, может быть, у кого-то одна длина. Если размер маленький, то вам может хватить и одной длины плюс ширины рукава. Что это я имею в виду? Я имею в виду, когда мы с вами вот так вот раскладываем, да, и вот рукав один пошел, вот рукав второй. Вот таким вот образом. Если выложить, то если вы вот здесь вот вмещаетесь, то, конечно, тогда расход ткани уменьшается. По этой блузке цельнокруйный рукав. Также у нас имеется очень интересный орнамент, который мы будем выполнять на машинке Бразер, которая вот стоит за нами. Также мы будем сегодня использовать машинку БАЮ, это прямо строчащая машинка, то есть все остальное будет пошито именно на БАЮшке. БАЮшка, это я так уже называю ее любя. Рассмотрим с вами, как выполнить вот эти вот складочки. Складочки сами по себе представлены вот здесь в блузке, но мы прекрасно понимаем, что этот же вид складочек мы можем использовать с вами, допустим, и на каких-то жакетах. Будет тоже интересно смотреться. Можем использовать с вами на блузке с длинным рукавом, можно использовать на сарафанах. Это могут быть платья. Платья могут быть, допустим, эти складки как могут идти до самого низа, так они могут быть отрезные просто до талии, а там уже идет приточная юбка. Мы сегодня рассмотрим с вами, сколько сантиметров нам нужно для того, чтобы, ну, для расчета, да, рассчитаем количество сантиметров на шесть складочек. Рассмотрим, как их правильно шить, как их разметить, что учитывать. По спиночке. Здесь мы тоже сделали такой акцент, чтобы тоже была блузочка интересная. Я ее не показываю на себе, она на мне великоватая, эта блузка не моя. И вот здесь вот у нас идет акцент именно на разрезик шов по середине спинки, и разрезик тоже будет смотреться интересно. Ну, вот представьте, вот она у нас шита полностью, и вот идет разрез. Кстати, вот сюда можно сделать такой масенький-масенький бантик, и будет тоже смотреться очень интересно, ну, манипусенький такой. Сегодня мы не будем с вами моделировать цельнокроеный рукав. Сегодня мы рассмотрим именно складки и сам пошив полностью этой блузы от начала до конца. О цельнокроенном рукаве, как такое сделать, мы вам ставим ссылочку в описании. У нас есть видео, там, где подробно все рассказано о крое. Также оставим вам ссылочку на обработку низа изделия. Если низ изделий скругленный, то здесь существуют свои, как бы, правила, да, как правильно обработать, чтобы смотрелось красиво не только с лицевой стороны, но и с изнаночной. Тоже есть разные варианты. И рассмотрим обработку горловины обтачкой. Теперь можем с вами приступать уже к работе. Вот, кстати, я стою и думаю, что-то со мной не так. И я теперь поняла, что во мне не так. Потому что стою и задумываюсь. Я не накрасила губы, правильно? Оператор говорит, да. Поэтому, вот насколько мы привыкли к тому, что макияж должен быть законченным. Сегодня он у меня не весь, можно сказать. Итак, давайте рассмотрим на раскрой. По спиночке будет идти шов, цельнокройный рукавчик. И по спинке будет идти разрезик. Для того, чтобы разрез смотрелся красиво, я имею в виду, чтобы мы его красиво оформили, я к срезу прибавила еще один сантиметр именно к разрезу. То есть, вот у меня будет проходить шов, вот так вот. Допустим, вот сюда, да. То сам разрез будет идти у меня шире. То есть, вот так вот мы будем отворачивать. Поэтому пока оставляем вот таким вот образом. По переду. За счет того, что у нас будут складочки, нам необходимо будет к изгибу ткани, вот где сгиб, да, идти, от изгиба ткани, добавить 6 сантиметров. И это я беру по 2 сантиметра на складочку. Если я имею в виду 2 сантиметра на одну складочку, а я хочу их сделать 3 по одну сторону, 3 по другую, значит, мне надо всего 12 сантиметров прибавить. То есть, от сгиба половина, это как раз 6 сантиметров. Делаю надсечки. Вот, высекаю по центру. И сейчас с вами прорисуем складочки. Это у меня изнаночная сторона, а я буду работать с лицевой. Поэтому по лицевой стороне я беру такая вот исчезающая ручка. У меня она термо. Поэтому вот обозначен центр. Провожу линию. По центру будет идти орнамент. Теперь делаем разметку самих складочек. На каком расстоянии они будут идти, это только зависит от вашего желания. Итак, первую я буду делать на расстоянии вот так вот 2 сантиметра от середины. Значит, я отмечаю вот так вот 2 и в другую сторону тоже 2 сантиметра. Отмечаю. И вот эта красная линия, которую я буду сейчас прорисовывать, это у меня будет линия сгиба. То есть, по этой линии я буду сгибать, а по следующей линии, которую я нарисую, я буду прокладывать строчку. Поэтому я сейчас взяла 2 цвета. Один красный и один черный. Теперь у меня следующая линия будет идти уже в черном цвете. Относительно середины она будет уходить, сдвигаться ближе к боковой линии. Вот я размечаю. И теперь у меня идет 1 сантиметр. Значит, смотрите, вот я откладываю 1 сантиметр. И когда я складываю, вот видите, то я тогда и приближаюсь на 1 сантиметр вот сюда вот ближе. То есть, всего у меня расстояние будет между складочками вот здесь вот 2 сантиметра по центру. То есть, 1 сантиметр в одну сторону, 1 сантиметр в другую сторону. И вот это я наметила первую складочку. Теперь от линии, там, где мы прокладываем строчку, да, вот так, смотрите, я, получается, взяла 2, 1. Теперь опять идет 2 в красном цвете. Затем в черном цвете будет 1 сантиметр. Это будет вторая складочка. Опять отступаем 2 сантиметра. Вот красным цветом отмечаю. И 1 сантиметр черным. И вот так вот размечаем в одну и во вторую сторону. Итак, начинаем пошив с того, что я обработала оба среза по спиночке отдельно. Теперь складываем вместе и прокладываю строчку. Строчку я буду прокладывать тоже контрастной нитью, чтобы было все видно. Сделать закрепку необходимо. И теперь на расстоянии около сантиметра от края среза прокладываем строчку. При этом у нас идет ширина стежка где-то миллиметра 2,5-3. Вот у меня начинается разрез, поэтому я опускаюсь ниже разреза, вот этого уровня, сантиметра хотя бы на полтора. Делаю закрепку. У меня идет обрезка нити. Нить обрезана. Теперь я меняю стежок и устанавливаю стежок на четверочку. Это мне нужно для того, чтобы я потом шов, которым я сейчас буду работать, я его удаляю. Вот этот вот разрез нам нужно его хорошенько заутюжить, чтобы он был идеально ровным. Поэтому, смотрите, вот где я закончила шов, я делала закрепку. Теперь, не делая закрепку, большими стежками прокладываю строчку до низа. По низу закрепку тоже не делаю. Нитку обрезала и вытащила. Вот эту вот часть, вот этот отрезок мы будем распарывать. Сейчас мы идем и будем заутюживать вот таким образом, то есть в разутюжку. Но прежде сделаем выточки. Как вы видите, тоже выточки я рисую. Вот идет центр выточки у меня, то есть серединка. По серединке, а это прямая линия, я складываю вдвое, то есть делаю сгиб и сама выточка. Начинается вот у меня пометка. Меняю опять-таки стежок на машинке и начинаю, начинаю в самом-самом краю, вот с краюшку. Делаю закрепку, то есть буквально тут миллиметр. И плавненько перехожу, делаю такую мягенькую, небольшую выточку, потому что сама блуза, она не будет такой прилегающей. И таким же плавным образом я заканчиваю. Видите, вот я потихонечку-потихонечку вам показываю. Плавненько-плавненько. Мы не должны с вами закончить вот так вот резко, чтобы выточка потом у нас не разутюжилась. Она должна вот так вот уже выглядеть. То есть здесь вот чуть-чуть и все, и выточка прекрасна. Вторую выточку делаем точно так же. Вот я разутюжила выточки, заутюжила навстречу друг другу. Теперь нитка нам не нужна. Мы ее убираем. Убираем и при этом, я как вам и говорила, обращаю ваше внимание, что нитка должна вытаскиваться в принципе легко, потому что закрепки мы не делали. При необходимости мы можем еще раз проутюжить, потому что это все-таки лен, видите, он сминается. Но у нас четко-четко, правильная прямая линия уже получилась. Теперь переходим к полочке. И будем делать, вот я по центру, по центральной линии буду прокладывать вот такой вот узор. Четко буду идти по намеченной линии. Вот она у меня центральная, я ее разметила красным цветом. И все, вставила и пошла. Поскольку ткань у меня здесь в один слой, то я подклеила кусочек флизелина вниз. Вниз сейчас покажу. Вот такую вот тоненькую полосочку, чтобы ничего у меня не стягивало. Узор будет сделан машинкой самостоятельно. Единственное, зачем я слежу, чтобы линия, которая вот у меня идет, была четко по центру лапки, чтобы не было сдвига. Итак, центр у нас уже отработан. Нужно проутюжить остатки излишки. Вот здесь вот я срезала флизелина, чтобы была только тоненькая полосочка. Теперь по красной линии я складываю, по черной делаю строчку. Утюжить будем все потом, потому что исчезнут у меня линии. Итак, я складываю, ровняю все, чтобы четко-четко была линия, стояла как бы на ребре, как говорится. И сейчас я делаю закрепку, потом я откорректирую, поэтому даже закрепку можно не делать. У меня немножко будет горловина изменена потом. Я имею в виду углубление, я сделаю потом, поэтому я сейчас даже закрепку не делаю. Все. И вот так вот по черной линии четко прокладываю строчку. Это очень удобно, когда вот так вот у нас есть серединка и потом край. Серединка и край. По серединочке складываем, по краю проходим. Так у нас будет три складочки. С одной, три складочки. С другой стороны. И теперь следующая складка. Конечно, намного лучше, когда нитки, с которыми вы работаете, чтобы они были в тон. Машинка очень мягко работает. Мне нравится то, что она не делает, ну как бы не стягивает абсолютно ничего. Ткань, все идет хорошо, все ровненько. И отлично то, что идет обрезка нити. Потом не нужно будет брать ни щипчики, которыми я обычно срезала, ни ножнички. Сейчас сделаю еще раз обрезку, вы увидите и услышите. И я вам покажу, какие все-таки края остаются у обрезки. То есть, насколько там у нас длина ниточек идет. По низу я делаю закрепку. Вот нажатие у меня педали вот так вот пяткой вниз. Смотрите. Вот такие вот краешки остаются. Ну, миллиметра, наверное, четыре и миллиметров до шести. Пять, шесть. Вот так вот. Может быть, три, три, пять. Следующая складка. То есть, одна, вот у нас вторая. Они вот так вот наслаиваются. И идем в следующую, третью складочку. И получается, одна складочка переходит в другую. Видите, вот так вот. проутюжила я уже все. Теперь складываем вдвое. И вот я выровняла так, как мне надо. Углубила немножечко вырез. Сейчас разворачиваю и посмотрим, как оно смотрится. Вот так вот получается. Быстро не получилось развернуть. Вот видите, складочка. Складочка на складочку. Складочка на складочку. Находит. И, естественно, у нас идет вот такой вот рисунок, орнамент по серединке. Теперь складываем лицом к лицу плечевые срезы. Кстати, сейчас, когда у нас еще мы не обработали и не сточали вместе плечевые срезы, складываем лицом к лицу и вырезаем обтачку для спиночки и для полочки. Обтачка вырезается точно так же. В долевом направлении должна быть нить обтачки, как у нас и середина переда и спинки. И обтачка вырезается вот мы на ткань. Вот я возьму, допустим, ткань. Прикладываем два среза. Обводим ее так, чтобы сгиб ткани, вот у меня, допустим, и шов, который по спинке либо сгиб, который по переду были на одном уровне. Затем длина идет у нас ширина, вернее, сантиметра 3-4 и вот я вырезала обтачку уже для спинки. Точно так же вырезаю обтачку для полочки. После того, как обтачки будут вырезаны, складываем вместе лицом к лицу изделия спинки и полочки. вот мы обводим и потом ширину нужную нам, такая же ширина должна быть как на плечевом срезе спинки, так и полочки. Вырезаем и сейчас складываем вместе лицом к лицу как изделие, так и обтачку и сшиваем по плечевым срезам. Обтачку после того, как соединим в кольцо по краю вот этому внешнему мы обрабатываем оверлаком либо зигзагом. При желании можно обтачку на нее наклеить флизелин, дублерин, если есть в этом необходимость. Если ткань сама по себе такая, что не требует, чтобы было более такое как бы плотное, уплотнять, если вы не хотите, можно оставить так. Я проклеила флизелином, потому что у меня все-таки тонкий материал. И далее в разутюжечку шов, который был у меня на обтачке в разутюжку. Потом вот здесь вот эти уголочки будем высекать. Насколько мы с вами стачали на какую ширину саму обтачку, на такую же ширину мы с вами стачаем и сами плечевые срезы. То есть плечевая линия на такое же количество сантиметров, миллиметров. Кто как делает. Следующий этап это обрабатываем оверлоком плечевые срезы, пришиваем обтачку. Плечевые срезы заутюживаем на сторону спинки. Теперь определяем центр обтачки переда спинки и совмещаем с центром спинки, а там у нас шов идет, потом с плечевыми срезами. один и второй и центр переда. Здесь у нас как раз проходит маленькая такая вышивка орнамент. Теперь прокладываем строчку на ширины лапки в круговую по обтачке и строчку я делаю именно по обтачке. Как видите боковые швы у нас еще с вами открыты срезы. Мы их еще с ними не работали. Так очень удобно обрабатывать горловину. Равняем срезы и прокладываем строчку. Швы высекаем. Я высекаю вот так вот прямоугольничком. Видите, вот здесь захватила только самый краешек, значит я высекать буду тоже вот здесь вот сам краешек. после этого продолжаем сшить. Второй край тоже высекаем, я имею ввиду плечевой шов. Иногда мне делают замечания по поводу того, что я использую терминологию не совсем правильно, где-то что-то неправильно называю, надо проутюжить, не приутюжить и так далее и тому подобное. Вы знаете, я когда сдавала на права, то у меня принимал экзамен человек, который все прекрасно знал, знал все правила дорожного движения. Но у него не было автомобиля, он не умеет водить машину. Вот так вот я о себе могу сказать, что я в большей степени практик, чем теоретик. И если называю что-то неправильно, что-то не так, как нужно, простите, но я умею шить. Я знаю много людей, которые знают правильно термины, обучают, но шить при этом не умеют. А у меня в большей степени как бы задача и желание вас именно научить шить, одеться, а как вы будете называть тот или иной узел, это уже, если я вам что-то неправильно сказала, простите. Рассекаем по скруглению. После того, как мы с вами сделали вот так вот надсечки, ниточку нужно не повредить, два среза и на них накладываем обтачку поверх. После чего все эти срезы вместе, а их у нас сейчас три, мы сейчас сделаем расстрочку по обтачке. Где-то на один миллиметр от края. Вот видите, вот я подгибаю и прокладываем теперь строчку. кстати, вот в местах, там где сами складочки, я тоже повысекала точно так же прямоугольником. Теперь, пока у нас срезы открыты, я имею ввиду боковые, раскладываем обтачку, вот так вот, как она выкладывается, ничего не вытягивая и утюжим ее так, чтобы был переход лицевой стороны немножечко на изнаночную. Зато, с счет того, что мы сделали растрочку здесь, то уже сама как бы лицевая сторона у нас просится немножечко на изнаночную сторону. Проутюживаем. Боковые швы стачать, обработать оверлаком, заутюжить на сторону спинки. После этого у нас получается вот рукав уже будет как бы в кольце. Я его обработаю оверлаком, срез рукава, и оверлаком обрабатываем низ изделия, после чего выполняем подгибку. Как выполнить подгибку, ссылочку оставим вам в описании. У нас подробный есть мастер-класс. Равняем линию низа либо линию рукава, откуда вы начинаете, срез боковой, делаем закрепочку и вперед. Задавали вопросы, нужна ли промышленная машинка или достаточно и просто машинке обычной бытовой. Опять-таки, существуют разные мнения. Если вы шьете много, вот допустим, я шью много, то мне прямо строчка очень необходима, очень. И понимаете, это как вот если у вас есть бытовая машинка, а потом вы начнете работать, допустим, на промышленной. Ну, это можно сравнить, как пересесть, допустим, с запорожца на мерседес. Ну, конечно же, у этого мерседеса только прямая строчка, но это того стоит. А без бытовой машинки тоже очень сложно обойтись. Все-таки петли нам нужны. И тот же зигзаг. Вот, строчки я выполнила. Теперь буду идти сейчас обрабатывать вот здесь вот и на вот этом участке я немножечко рассекаю. не до самого края, да, вот смотрите, вот самый край идет, не до самой нитки, а вот здесь вот именно в скругленных участках я рассекаю столько, сколько у меня заберет оверлок. То есть, вот эти вот места, для чего я это сделаю? Чтобы не тянуло, потому что если вот так вот не порассекать, то здесь будет у нас в этом месте у нас будет стягивать потом изделие. Вторую сторону делаю точно так же.